Привет всем! Если вы устали от ручной настройки HTTP запросов в NA10, то это видео для вас. Сегодня мы покажем, как подключиться к общественным узлам Community Notes в NA10, которые делают интеграции намного проще, будь то NA10 Cloud, ваш собственный сервер или локальная установка. Что такое общественные узлы? Я уже снимал видео об этом и описывал там угрозы и опасность, которые они несут, но наконец-то мы дождались, теперь NA10 в некоторые узлы включает в iCloud. То есть я напомню тем, кто забыл, общественный узел это тот, который создаётся в Community, кем-то не NA10, и вы можете установить свой NA10, который до этого был только на сервере. Клауд, наверное, решений вы не могли поставить это. Но NA10 недавно объявил, что общественные узлы теперь доступны в NA10 Cloud. Раньше они были только для тех, кто самостоятельно размещал NA10, то есть self-hosted решения. Они начнут только с 25 наиболее используемых узлов и будут постепенно расширять библиотеку. Так, для этого нужна версия NA10 1.94. Давайте включим эту возможность в Community Notes установки. Перейдите в панель администратора, настройки, включите опцию Verify Community Notes, то есть проверить общественные узлы, и Save Changes, сохранить изменения, чтобы перезагрузить рабочую область. Итак, надо пождать чуть-чуть. После перезагрузки в Settings появится новая опция Community Notes, откуда вы сможете устанавливать их напрямую. До этого она была недоступна. Давайте посмотрим на примере Tavily, как это работало раньше. То есть вот такой вот узел, там указаны параметры, токен, все подключено. И давайте сделаем запрос. И как видите, мы получили ответ. Теперь, чтобы этого не делать, вместо этого мы можем просто установить общественный узел Tavily, перейдя и выбрав его в списке узлов, и нажав на кнопку Install. Это много не займет, обычно около 10 секунд, и теперь мы можем перейти в Community Notes и посмотреть там, что установлено наше новое общественный узел Community Notes. Вот, возвращаемся. И теперь здесь всего лишь нужно, как мы уже умеем, добавить Credential, то есть API Key, и без каких-либо указаний Barrier или что-то в этом роде. То есть все за вас все делает нода. И также мы можем здесь настроить параметры General News, и тут куча других параметров, которые мы также можем выбрать и посмотреть на результат. Запускаем узел, и давайте посмотрим, что вернется. Вот такие же результаты вернулись, как из предыдущего, но на этом, как вы видите, этот узел гораздо проще. Можно на примере вот Eleven Labs еще, я вам хочу показать, что также они включают какие-то параметры, которые можно передать, как выбор, например, выбор языка, выбор голоса, который вы можете использовать, то есть заранее заготовленный. А раньше, если вы используете HTTB, но, соответственно, вы не знаете, какие там могут быть языки, и вам приходилось бы идти на документацию, читать и смотреть, какой же параметр использовать. То есть это очень удобно. Также эти узлы могут быть не только как отдельные ноды, а еще как инструменты каких-то я-агентов. Вот, например, мы можем HTTB или подключить как инструмент к нашему я-агенту, что очень удобно. Третьим словами, как я и говорил в предыдущем видео, то есть мы можем ставить эти ноды теперь спокойно, которые поддерживают команда NITEN и загружают их вместе с остальными нодами к себе в iCloud. Поэтому смело устанавливайте их, их поддерживают официальные сервисы, а не какие-то инди-разработчики, которых никто не знает, либо они неизвестные, например, чтобы рисковать своими данными. Ну, в общем, действительно, общественные узлы делают работу намного проще с NITEN, то есть они дают вам опции какие-то, расширяют возможности, упрощают интеграции с внешними сервисами. Заходите, пробуйте, устанавливайте. И если вам нужно видео по автоматизации с их использованием или по самым полезным узлам, дайте знать в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, что я сейчас записываю курс по NITEN, поэтому также переходите на страницу по этому курсу, оставляйте свой e-mail, проходите опрос. Это повлияет на структуру курса. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.